Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях! Сегодня буду готовить варенье из слив. Буду готовить два вида. И если вам нравятся простые рецепты, то, конечно, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Ставьте лайк, делитесь моим видео со своими друзьями, пишите комментарии. Ну а я буду, в свою очередь, делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Сейчас отмерю, сколько у меня здесь получилось слив. Они у меня очищены от косточки, разрезанные наполовинки. Приготовила вот такую кастрюлю с антипригарным покрытием. Сегодня уже как бы достаточно поздно, поэтому просто засыплю сахаром и готовить продолжу уже завтра. Сейчас отмеряю сливы, взвешиваю прям вместе с емкостью, потом емкость отниму. Сейчас засыплю все сверху сахаром, пока присыплю одним килограммом. Обычно я всегда это делаю с вечера, ночью у меня стоит, как раз за ночь пускает сок, и уже можно утром приступать к дальнейшему приготовлению. Если вы хотите варить в течение дня, то все равно я бы рекомендовала, чтобы несколько часов постояло, чтобы фрукты, либо ягоды пустили сок. И таким образом можно варить варенье без добавления воды. Вот, все, я не перемешиваю, ничего больше не делаю, просто оставляю и забываю, пускай наливается соком. Показываю вот вам мои записи. Вот это уже чистый вес, вот это вес старый, в итоге у меня получилось 4,589. И получается, что на данный вес фруктов мне приблизительно будет необходимо 2 килограмма 300 граммов сахара. Ну, я обычно добавляю, как бы, вот столько, затем уже перемешиваю и пробую на свой вкус. Если мне сахара недостаточно, я его добавляю. Если, как бы, все хорошо, то так и оставляю. Также ориентируйтесь, конечно, на свой объем. Если вы готовите супер какими-то большими партиями, то, конечно, стоит добавить сахара больше. Но, так как у меня здесь не очень большой объем, плюс еще он уварится, и, зная потребности своей семьи, я приблизительно, ну, вот, знаю, насколько нам этого хватит. То есть, в течение какого времени мы сможем это использовать. Поэтому, конечно, я могу класть сахара поменьше. Если сомневаетесь, то лучше добавляйте немножко больше. Из своего опыта могу сказать, что даже в такой пропорции хранится отлично. Единственное, что вот все последнее время я храню в подвале. У нас, кстати, подвал не супер какой-то прохладный. Там достаточно тепло, то есть, даже зимой там плюсовая температура. Вот, но закатки стоят неплохо. Теперь оставляю вот прям так на ночь, и завтра утром продолжу уже готовить. У меня уже следующий день. Смотрите, вот видно, сколько сока здесь получилось. И сейчас буду ставить на огонь и проваривать. Обычно варенье варю в несколько заходов, довожу до кипения. Уменьшаю огонь, провариваю 5 минут, отключаю. И так делаю 3 подхода. И таким образом получаются и максимально целые фрукты. И в то же время сохраняется больше полезных веществ. Сахар использую тоже по минимуму. Классическая пропорция 1 к 1. То есть, на 1 кг фруктов либо ягод вы кладете 1 кг сахара. Но я стараюсь всегда сахар уменьшать, так как храню в подвале. Я всегда варенье закатываю горячим. И поэтому сахар можно немножко уменьшать. И я бы не рекомендовала. Вот как раньше варенье, например, варили. Затем остужали, наливали в банки. Закрывали просто капроновыми крышками. Так у него срок хранения уменьшается. Я бы все-таки рекомендовала лучше закатывать. Так как это более надежно. Ну вот, закипело. Теперь уменьшаю огонь на самый маленький. Засекаю 5 минут и отключаю. Добавила сюда уже весь сахар. 2 кг 300 г у меня получилось. Когда полностью растворится, я еще попробую на вкус. Если будет недостаточно сладко, добавлю. Сейчас доведу до кипения. Опять-таки проварю после закипания на медленном огне 5 минут. И отключу настаиваться. Оно еще достаточно жидковатое. Но вот сейчас проварится вместе с сахаром. И проварю еще третий раз. И после того, когда уже остынет, то должно стать более густым. Я уже поставила третий завершающий раз. После того, как доведу до кипения, поставлю самый маленький огонь. И проварю 5 минут. И затем отключаю. И сразу буду разливать. Я только варенье отключила. И сейчас буду его разливать по стерилизованным банкам. И сразу горячим закручивать и переворачивать. Как остынет, уже буду убирать на хранение. Половину закатаю просто так. А в оставшуюся половину добавлю какао-порошок. И получится у меня такое варенье слива в шоколаде. Очень-очень вкусное. Если так никогда не делали, то обязательно попробуйте. Я буду добавлять какао-порошок, который обыкновенный, без сахара. По рецепту необходимо на 3 килограмма сливы 100 граммов какао. У меня здесь приблизительно 2,5 килограмма будет половина. Поэтому добавлю где-то 70 грамм. Половину варенья я уже разлила. И теперь добавлю какао-порошок. Здесь в упаковке 150 грамм. Ну вот как раз добавлю приблизительно половину. Я включила опять на маленький огонь. Высыпаю, перемешиваю, довожу до кипения и отключаю. И также разливаю его по банкам. И в итоге с половины того, что я варила, у меня получилось 6 полулитровых баночек. Перед тем, как отправиться на хранение, я обязательно маркирую. Делаю при помощи вот такой ленты. Разрезаю ее на две части, так как она достаточно толстая. Мне такая не нужна. И подписываю. Если я крышки использую обыкновенные, то я подписываю сразу на крышки. Но так как вот такие крышки я могу использовать несколько раз, то подписываю на клейкой ленте. И вот такое количество у меня получилось сливы в шоколаде. Вот не помню, сказала вам или нет. Я когда добавила какао, такой прям шоколадный аромат разлился по всей кухне. В общем, хотелось прекратить все делать и сразу начать пить чай. И здесь у меня получилась одна не целая банка. Я ее просто поставлю в холодильник. Будем есть уже сейчас. Ну, а вот это промаркирую варенье и отправлю на хранение. Я очень надеюсь, что мое видео вам понравилось. Если это так, то, конечно, не забудьте меня поддержать. Вы можете это сделать и комментарием, и лайком. Можете поделиться моим видео со своими друзьями. Я буду благодарна, если вы решите подписаться на мой канал. Ну, а теперь давайте будем с вами прощаться. Увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!